сыграть на бирже, в казино, финансовые пирамиды, когда мы регистрируемся. И за это нам якобы платят деньги. Такие предложения не вызывают доверия. Сразу скажу, что у нас классический вид бизнеса, ну просто у нас бизнес находится сейчас в интернете. И это интернет-магазин. И вот посмотрите, на этом графике мы видим рост продаж именно через интернет-магазины. И с года в год люди все больше пользуются услугами именно через интернет. И те предприниматели, которые это поняли, перевели свой бизнес в интернет и получают там же доход. Давайте проведем сейчас такой небольшой эксперимент. Поставьте, пожалуйста, семерочки, кто хоть раз пользовался услугами интернет-магазинов, интернет-услуг. Наталья, Малико, Татьяна. Конечно же, я так думаю, многие, и в общем-то, пусть нас сейчас немного в вебинарной комнате, но даже, думаю, со всей семь, восемь человек, когда-либо пользовались интернет-услугами, покупали что-либо через интернет-магазин. Вот, и поэтому, зная вот такую вот статистику, наши основатели использовали ее, когда задумывали и реализовывали вот этот вот наш интернет-проект «Территория роста». И в нашем проекте доход вы получаете официальный и за развитие интернет-магазина. Деньги приходят в банк, вы получаете зарплату каждые три недели, и зарплата постоянно растет. Поэтому тема нашего сегодняшнего вебинара будет «Как и сколько в нашем проекте можно заработать?». Я так думаю, что раз вы сегодня в нашей вебинарной комнате, то вам данная тема интересна. В качестве согласия можете поставить плюсики. Итак, какие же преимущества именно нашего предложения? Доход официальный, то есть я уже ранее сказала, что доходы получаете через банк, на банковскую карточку, вне зависимости от начальника. Ну, ее нету просто от того, что начальником вы являетесь сами себе. Себя не могут уволить сократителями казать, тоже по той же самой причине, что уволить сократителями казать можете вы сами себя. Нет финансовых рисков, их нет просто потому, что нет вложений. Личностное развитие, да, действительно, потому что здесь вы проходите обучение практически каждый день. При необходимости каждый день, если уже, когда эта необходимость отпадает, то уже раз в неделю, раз в два в неделю однозначно развитие обучения у вас проходит. Вот, корпоративные мероприятия высочайшего класса, о них немножечко попозже поговорим. Путешествия по миру, признание и награждение, благотворительность, знакомство и новые друзья, помощь близким людям, возможность передачи бизнеса по наследству. Ну и свобода, конечно же, свобода, здесь большими буквами у меня выделено это слово, потому что на самом деле в этот проект очень многие, и я в том числе, отчасти пришла и за свободой тоже. Вот, потому что свобода это, ну, в общем-то для каждого человека это свое, но свобода это, что мы покупаем в магазине. Мы открываем кошелек, смотрим, сколько у нас денег и потом делаем покупки. Или сначала выбираем в магазине то, что нам нравится, и тоже идем на кассу, платим за то, что действительно нам нужно, и сделаем нашим близким, нашим дорогим людям все подарки, именно которые они хотят. Свобода отдыхать там, где мы хотим и когда мы хотим, с кем мы хотим. Общаться, опять же, с тем, с кем хотим. А часто, согласитесь, на работе бывают коллективы, которые, в общем-то, может и работа нравится, а коллектив не очень-то и идти туда не хочется, и идет туда, ну, скажем так, совсем с небольшим удовольствием. Вот. И, знаете, вот когда я слышала обо всем этом впервые, я не просто не верила, я на самом деле была очень негативно настроена. Я, знаете, такая сидела вся закрытая, зажатая, руки в сбоке, ну, вот перед собой, вот так вот, да. Вот. И, наверное, все это было просто потому, что в моей жизни, ну, как в моей жизни все складывалось до этого. То есть все было абсолютно по-другому. Советское детство, полуход, советское студенчество дало мне представление о жизни, ну, примерно такое, дом, работа, семья. Летом, да, в лучшем случае Черное море, и все. Хотя, ну, надо сказать, что по жизни, в общем-то, мне везло. Я, ну, так, путешествовала, скажем так, в 12 лет я побывала во Франции. Пробыла там 21 день. И поэтому, когда мне рассказывали об этом впервые, для меня это было просто нереально. Потому что все мое окружение на тот момент работало по найме. И сейчас я хочу, чтобы вы услышали разницу между работой и работой. Сложил Роберт Киосаки. Все люди делятся на 4 категории и находятся в 4 разных стандартах. Поставьте, пожалуйста, четверочки, кто когда-либо слышал это имя Роберт Киосаки. Слышали? А меня слышно? Угу, четверочки пошли, значит, меня слышно. И об этом это имя тоже слышали. Так вот, Роберт Киосаки – это очень известный в мире финансист, бизнесмен. У него в бизнесе, бизнес в сфере недвижимости. И он интересен тем, что он не просто сам зарабатывает деньги, но и других учит этому. Он пишет книги, проводит семинары. У него, надо сказать, достаточно много книг. И если когда-либо увидите в магазине, в интернете его книги, обязательно берите и читайте, будет точно полезно. Можете начать с книги «Богатый папа, бедный папа», наверное, это такая основа для того, чтобы читать все остальные его книги. Так вот, теорию свою Роберт Киосаки назвал «Квадрант свиничного потока». Кстати, такая книга у него тоже есть, именно так и называется – «Квадрант свиничного потока». И в первом квадранте находятся все люди, которые работают по найму. Это учителя, это врачи, это директора, это люди разных профессий, и они составляют 80% населения. Какие же здесь плюсы и минусы? Первый минус – это чаще всего маленький доход. Ну, я в Витебске живу, есть другие тут города какие-то, можете написать, если есть. И в Витебске средняя зарплата такая, что, в общем-то, на нее надо научиться выживать. И есть, конечно же, кто и побольше зарабатывает, 5-7 миллионов, и это уже считаются, ну, достаточно счастливые люди. Вот, но чтобы заработать эти деньги, сколько бы ни было, и 3, и 5, и 7 миллионов, надо потратить достаточно много времени. Как минимум 8 часов в сутки, а то и больше, согласитесь. И это время можно было бы уделить чему-то, что для нас действительно важно. Это семья, это хобби, это здоровье, в конце концов. Но мы вынуждены, вернее, эти люди, которые работают по найму, по найму, с 8 до 5, быть на работе. Где, в общем-то, платят по большому счету копейки. Чтобы ты мог хотя бы прокормить свою семью. Свобода здесь тоже минус. Есть много мам, кто не может сходить на 1 сентября к своему ребенку, в школу или на утренний сад. Есть 2, а зачастую у некоторых только один выходной, когда можно успеть слегка отдохнуть и переделать некоторые домашние дела. Бывает и неплохой доход, в общем-то, в этом квадранте, но это чаще всего руководящие должности. И тогда абсолютно нет времени. Так же, да, ты не по 8 часов работаешь, а гораздо больше. И спрос тебе огромный, и по шапке дают сильнее. А если господприятие или большая организация, то, наверное, еще в двойне по шапке дают или в стройне. Вот. И кроме того, этого человека, опять же, если это большая организация, могут просто подсидеть. В общем, начальник-то один, а желающих на его место достаточно много. Вот. И поэтому этот квадрат чаще всего не нравится людям. Но почему же вот в этом квадрате таких людей больше всего? Плюсы какие-то тут тоже есть. Это так называемая социальная защищенность. Здесь маленькая зарплата, но стабильная. Это отпуск раз в год. И не важно, что не всегда тогда, когда хочется. Это больничный, это подарки детям к Новому году. Хотя про отпуск один раз в год это я загнула, потому что этот отпуск раз в год может делиться на две части. И тогда его просто можно не заметить. Там хорошо, если летом кусочек, и все остальное тогда, когда придется. Вот. И человек, конечно, ходит на работу каждый день. Ему надоело, он получает свои три миллиона. А ему еще начальник, который, в общем-то, в работе у него может не понимать, говорит, что он плохо работает, заставляет ходить на работу дополнительно или брать работу на дом. У меня в свое время была тоже такая ситуация, когда, я уже сказала, что я работала в фирме, которая занимается диабетическими инстанциями, но тоже тогда горящий объект. Ты его, вот этот самый объект, берешь домой, выходишь на работу в субботу. И начальник у меня был, который не очень-то в работе понимал, но очень много командовал. И, знаете, вот такой вот работник, он понимает, что он-то работник хороший, а зарплата у него почему-то совсем не такая вот крутая. И он решает, что он откроет свой бизнес, свою там материальную контору, и сам будет людей консультировать. Или вот как у нас, опять же, парни-диабетисты открывали ИП и сами делали съемки, мерили участки. И человек работает на себя. То есть он переходит по второй квадрант, и здесь 16% всех работающих людей. Какие же здесь плюсы? Доход, конечно, выше, кто заработал, тот получил, но не такой уж, согласитесь, и большой, потому что у нас вообще две руки, две ноги и 24 часа в сутки. Так ты не старайся, а выше своих возможностей в любом случае ты не перепрыгешь. Какой бы ты ни был крутой парикмахер, ты самый лучший видишься. Всех людей ты просто физически не обслуживаешь. И вот здесь вот и есть ваш потолок дохода. И когда вы не работаете, вы не зарабатываете. В первом квадранте вы ушли на больничный, вам заплатили, пусть это не 100%, но все же, ну, какие-то копейки заплатили. А здесь все, денежного потока к вам нет, нет, даже не доступа потока, ручейка нет. И ваши клиенты не станут вам платить за больничный или тогда, когда вы в отпуск поехали. Они приносят деньги только тогда, когда вы их обслуживаете. Ну, тут переходим во вторую часть, в правую. Более такой, наверное, приятная часть, это квадрант бизнес. Здесь находится 4% людей. Это квадрант богатых людей. В чем же отличие работы на себя и бизнеса? Например, вы не сами работаете, консультируете своих клиентов, а вот есть команда юристов, которыми вы заключили договора. Платите им зарплату, а они приносят вам доход, то есть они у вас уже являются наъемными работниками. Вы дали им место, сняли или купили помещение. Вот это вот и есть бизнес. Любая сеть заправок, любая сеть магазинов – это весь бизнес. Хозяин сам не стоит за кассой, сам не стрелет людей, сам не заправляет машину. Он получает процент от прибыли всех стопиков и локеров. И здесь свободного времени может быть много. Потому что если хозяин уехал на море, то люди, согласитесь, не перестанут управлять своей машиной или ходить в магазин. Минусы, конечно же, здесь тоже есть. Почему, если так все хорошо, здесь только 4% людей? И первый минус – это финансовые вложения. Любой бизнес требует финансовых вложений. Но от 10 тысяч долларов как минимум идет бесконечности в зависимости от того, чем вы решили заниматься. И далеко не у каждого человека есть такая возможность. А второй минус – это очень большой риск. По статистике, только 10% предприятий, которые были открыты 5 лет назад, остались на плаву. А остальные были закрыты по причине банкротства. Представляете? То есть даже если у человека есть деньги, он не спешит их вкладывать в бизнес. Понимая, что через 5 лет может остаться ни с чем. А если у него их нет, то тем более он ничем не рискует, потому что надо брать либо кредит, либо в долг. А зачем же рисковать, если это все так неоправданно? Почему же бизнес часто разоряется? Здесь тоже есть ответ. Просто у нас нет финансовой грамоти. Нас не учит в школе, в институте и так далее обкладывать деньги. Это собственный страх и риск, собственные какие-то придумки, идеи и так далее. Это какие-то штрафы. У нас законы меняются каждый день, и очень легко угодить в этот самый штраф. Это неожиданные обстоятельства. Может случиться пожар, может авария с автомобилем, если этот автомобиль вез товар. Товар задержался, заказчик отказался от товара. У меня, я всегда привожу этот пример, у мужа был случай, у меня дальнобойщик, когда заказчик хотел отказаться от своего заказа, просто потому, что его не устроил водитель. И мой муж на тот момент был дома, хозяин фирмы-перевозчика позвонил ему и сказал убедить здесь спасай, потому что хозяин мог лишиться денег, мог лишиться вот этого вот заказа. Вот, тогда заказ был спасен, то есть, что хозяин моего мужа, вернее, работодатель моего мужа не пострадал, и его деньги тоже. Но в любом случае, а могло было именно вот так. Вот, так что те 10 счастливчиков, которые смогли победить, все это продержаться, не сдаться, они остаются на плаву и даже имеют хороший доход. И тут, конечно же, есть свободное время, но нужны вложения. И четвертый контакт – это инвестор. Это те люди, которые вложили деньги, деньги работают на них. Недвижимость, например. Купили квартиру, сдаете. Или вложили деньги в банк, получаете процент. Но таких людей всего лишь 1%. Просто для того, чтобы вложить, надо что-то иметь. Как в мультике про простоклассы, нужно, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить сначала что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Так вот, в правой части люди богатые. И задача нашего проекта, я сейчас хотел, чтобы вы меня услышали, чтобы люди переходили в категорию бизнесменов и инвесторов, пусть из левой части в правую часть. И эти возможности есть у нас в проекте. У нас нет работы по найму. У нас есть работа на седан, но это не тот основной ключевой вид деятельности, о которой мы будем сегодня говорить. А бизнес и возможность инвестирования в этом же бизнесе – это то, чему мы учим. Поставьте, пожалуйста, сейчас плюсики, кто хотел бы быть бизнесменом, кто хотел бы иметь свой бизнес. И, что очень приятно, и наш бизнес особенный и не в тем, что у нас нет финансовых вложений. Соответственно, если вы не вкладываете, значит, ничем не рискуете. Отлично, пошли плюсики. Есть такие желающие. Хорошо. Раз у вас есть такое желание, будем двигаться дальше. Итак, мы предлагаем вам развивать свой бизнес и предлагаем вам свою поддержку в этом. И наш партнер в развитии нашего бизнеса, наших интернет-магазинов – это компания «Арифлейн». Я думаю, что, но вряд ли вы не слышали имя этой компании. Скорее всего, что слышали неоднократно. И у большинства людей доход с компанией «Арифлейн» ассоциируется с таким словом. Словом «каталог». Люди думают, что для того, чтобы зарабатывать деньги с компанией «Арифлейн», нужно показывать каталоги. Вы знаете, я точно так же думала. Я находилась в декретном отпуске и пыталась показывать каталоги, но дохода практически не было. Хотя я знаю человека, который просто только показывая каталоги, зарабатывал около 80 миллионов в месяц. Но это исключение из правил и суть нашего проекта совсем другого. И мы сегодня не будем говорить о том, как показывать каталоги. Здесь, ну, на самом деле, это все умеют, скорее всего. Взяли каталог на работу, показали, вот вам уже и денежка на мороженое. Сегодня мы будем говорить о том, как заработать с компанией «Арифлейн», не продавая, а развивая свой онлайн-магазин. И у нас есть вакансии менеджера и директора онлайн-магазина. И для того, чтобы их получить, не нужно продавать по каталогу. То есть вы можете это делать, но это абсолютно не входит в ваши обязанности. Итак, давайте разберемся сначала с тем, что такое интернет-магазин. В компании есть международный, глобальный интернет-магазин, где представлен весь ассортимент компании «Арифлейн», куда входит и косметика, и товары для детей, и продукты для здоровья, и аксессуары. Очень много всего. И в чем предложение этого интернет-магазина? Все люди могут покупать в этом магазине косметику и так далее. И сразу же у них преимущество скидка 20% от цены в каталоге. Согласитесь, это достаточно хорошая скидка. И кроме того, вы покупаете товар непосредственно у производителя. Соответственно, автоматически вы лишаетесь риска подделки. Вы можете зайти в интернет и поинтересоваться, сколько сейчас производится подземная косметика и чем это грозит вашему здоровью. Единственный шанс на сегодняшний день купить продукцию оригинальную, это купить ее непосредственно у производителя. Но в нашей стране очень мало шансов купить действительно хорошие брендовые товары, например, у производителя. Вот в Европе или в Америке или где такая возможность есть просто по той причине, что эти самые производители там находятся. И у нас в интернет-магазине вы покупаете товар непосредственно у производителя. В нем покупать выгодно на 20% дешевле, а еще и безопасно. Просто потому, что продукция оригинального, а значит очень хорошего качества. И тут нам на самом деле есть чем гордиться. И вот это шведская косметическая компания. Согласитесь, со словом шведская возникают ассоциации такие. Вольво, это электролюкс, это и другие компании, которые проверены временем, которые действительно брендовые и которые вызывают доверие. Наша компания 49 лет на рынке. На рынке, опять же, если бы это была действительно какая-то временная компания, одна отметка, сколько лет бы она не продержалась, если бы здесь была плохая продукция. Компания работает в более чем 60 странах мира официально и легально. Годовой оборот компании рекламеносчитывает более 1 миллиарда евро. И при этом ассортимент компании насчитывает более тысячи из них продукции. То есть согласитесь, это же каждый привередливый покупатель для себя найдет то, что ему нужно. Компания имеет 5 собственных заводов, расположенных в Польше, в Швеции, в Индии, России и Китая. Арифлэйм представлен на бирже Лондона и Стокгольма. И знаете, получить, купить, как это, имеют акции, акции компании, это достаточно престижно и очень даже прибыльно. И далеко не всем, далеко не у всех есть такая возможность иметь вот эти вот акции компании. Компания Риклэйм это учредитель Всемирного детского фонда. Действительно, какие-то продукты, обозначенные вот таким вот значком, как вы видите на экране, если вы покупаете их, то вы помогаете нашим белорусским деткам, которые находятся в соцберевнях. То есть это адресная действительно помощь, деньги поступают непосредственно туда. Поэтому, если никогда не обращали в каталогах внимания вот именно на эти товары, продукты, обязательно обратите внимание, потому что вы и для себя приобретаете милый, нужный аксессуар и помогаете нашим белорусским деткам. И продукты Арифлэйм содержат лишь натуральные компоненты, что тоже очень важно и не третируется на животных. И тоже на сегодняшний день, да и всегда, наверное, вот эта вот информация, она была всегда актуальна, всегда, всегда, скажем так, вызывала доверие компании. Так вот, в интернет-магазине очень качественные товары, как я уже сказала, и очень важно, чтобы вы это понимали, если вы хотите развивать свой бизнес. что касается бизнеса. И суть любого бизнеса это создать товарооборот. И чем больше товарооборот, тем больше прибыли. Пример. Если на заправку не приезжая машина, согласитесь, такая бы заправка красивая не была, сколько бы там фонариков не зарело, какие бы там заправщики не ходили, готовые ставить шланг в бак вашей машины, если там машин нет, прибыли тоже нет. В магазине, если там связавшая выточка, улыбающиеся продавцы, все на пятерочку, нужно десяточку по первичным меркам. Опять же, если туда не заходят покупатели, в магазине все равно не получают прибыль. И в нашем в бизнесе есть два способа создания товарооборота. И первый способ это наши личные рекомендации. Пролистаю нашу гордость. Этим с личными рекомендациями тоже можно заниматься и имеет абсолютно неплохой дополнительный доход. Немножко выше я о нем говорила. Но именно дополнительный я не буду сегодня на нем останавливаться, потому что суд бизнеса абсолютно в другом. Что касается личных рекомендаций, тут есть плюс. Деньги быстро быстро к вам приходят. Показал каталог, вот вам уже единица в кармане. То есть, если вам срочно нужны 120-130 тысяч, вы можете показать каталог. Легко, как я уже сказала, показал знакомым своим знакомым каталогом. Возможно, что-то порекомендую, что вам очень сильно нравится. Показали. Престижно. Потому что, почему престижно, я чуть выше говорила, потому что компания, ну, можно гордиться тем, что мы пользуемся этой продукцией и тем, что мы сотрудничаем с компанией Риквель. И минусы цифровых, конечно же, есть. Доход небольшой. Ну, опять же, 120-130 тысяч, да, но у кого-то миллион и два. И нестабильный. То есть, если мы не показываем сегодня каталог, то, конечно же, единицы мы сегодня не получим. Так вот, что касается нашего проекта, мы днем обучаем абсолютно другим действиям, и это создание миллионов товарооборотов в нашем официальном интернет-магазине Риквель благодаря новым партнерам. Таким образом это происходит. Когда вы принимаете решение попробовать себя в позиции руководителя интернет-магазина, на вашей семе, на базе интернет-магазина компании Риквель Глобального, открывается ваш вечный интернет-магазин. И ваша задача сделать там хороший товарооборот. Вопрос как? Вы приглашаете туда покупателей. В чем удобно и выгодно быть покупателем именно нашего интернет-магазина, я вам уже сказала. Это списка 20% для них. Они делают покупки в удобное для них время, в доставке в удобное для них место, а вы получаете процент отчисления от каждой покупки, которая сделана в вашем интернет-магазине. И чем больше покупок, тем больше товарооборот. А чем больше товарооборот, тем больше вы зарабатываете. Вот вопрос. Как же сделать так, чтобы в ваш магазин приходило много людей? Как мы работаем? В чем заключается наша работа? Смотрите. Согласитесь, что каждый из нас ведет вот такой многоэтажный дом с несколькими подъездами, с нескольких 9-этажный дом и 5 подъездов. В среднем в таком доме где-то 180 квартир. И каждая семья каждый месяц тратит примерно 300 тысяч белорусских рублей на косметик. Согласитесь, есть такое дело, правда? Так вот, если мы взяли один дом, то 180 квартир умножаем на 300 тысяч, получаем 54 миллиона белорусских рублей. Вот такой товарооборот делает этот дом. Теперь смотрите, если в этом доме предприниматель решил открыть магазин по продаже косметики, скажите, куда будут ходить люди? Они будут ходить в магазин где-то через улицу, через установку, через дверь, или все-таки идя домой с работы зайдут в такой магазин и приобретут для себя все самое необходимое. А как у нас в другой раз бывает, что и в халате, и в тапочке могут спуститься в ближайший магазин и опять же приобрести для себя все действительно необходимо. Конечно же это удобно и смотрите, в таком случае хозяин, как я уже сказала, этого магазина имеет товарооборот 54 миллиона белорусских рублей и примерно вот это получается около тысячи долларов у него будет прибыль. Вот. Это даже, наверное, больше и уменьшено его доходы. Теперь представьте, это мы взяли только один дом. А сколько таких домов на улице? А сколько таких домов в микрорайоне? возьмем вот наш новый микрорайон Билимон или тот же самый Сармин. И так вот, смотрите, тут наша задача будет просто предлагать нашим партнерам, нашим знакомым, нашим клиентам поменять обычный магазин, куда они ходят за покупками, на интернет-магазин. Все, согласитесь, абсолютно это несложно. и чему можно научиться. К нам в проект приходят люди абсолютно разного возраста. Этим и хорош проект, что любой может найти себя в этом проекте. И у нас есть школьница, она теперь студентка, она менеджер онлайн-магазина, а есть пенсионер, она директор онлайн-магазина. Обе они многому-многому научились. Школьницы достаточно просто разобраться в интернете с гаджетами, но достаточно непросто общение со взрослыми. Пенсионерам сложно работать на компьютере, но они учатся, они зарабатывают в нашем проекте. И в другой раз люди в возрасте могут научить работать в интернете людей более молодого возраста, 20-25 лет. Любому делу можно научить. И в нашем проекте обучение проходит во время работы, что называется без отрыва от производства. Поэтому сложного здесь ничего нет. Не нужно работать. Ежедневно работать. Ну, а что сделать, мы расскажем. Если вы поймете суть бизнеса, то ваш доход будет действительно не ограничен. Ведь мы не ограничиваемся одним домом, как я уже сказала. В наш интернет-магазин можно приглашать людей из разных городов и стран. Мы говорим человеку, смотри, ты тратишь ежемесячный на косметику 300 тысяч, правильно? Вот я могу предложить себе две вещи. Во-первых, тратить на 20% меньше. Интересно? Конечно, интересно. Сейчас кризис, сейчас 7 деньги нужны. А второе, что мы можем тебе предложить, это покупать косметику напрямую у производителя, то есть без риска подделки. Это будет качественная шведская продукция. Хочешь? Ну, конечно, хотя. А еще тебе не надо будет подстраиваться фотографии к работе магазина. Будешь делать погубки тогда, когда тебе удобно. Хочешь так? Все. Если мы будем переводить людей из обычного магазина в интернет-магазин, то будем иметь хорошую тему. И если заняться всерьез и выполнять все то, о чем говорится на обучении, очень несложно выйти на хороший уровень дохода. Каким же образом происходит начисление дохода? Смотрите. Чтобы выйти на уровень дохода в районе 500-600 долларов, нужно, чтобы в вашем интернет-магазине обслуживалось примерно 150 человек. Есть два варианта, как быстро они у вас появятся. Первый быстрый, второй медленный. Скажите, как вам больше нравится быстро-медленно? Напишите в чате. Я думаю, что всем быстро понравится. Тогда рассказываю вам сейчас быстро. Кому смотрите. Тогда я расскажу сейчас вам очень важный секрет. Смотрите, если вы в свой интернет-магазин приглашаете только покупателей, то есть те, кто будет просто покупать продукцию на себя со скидочкой, то это будет долг. А если вы ищете партнеров, то есть тех людей, которые тоже захотят зарабатывать в интернет-магазине, это будет быть. Потому что интернет-магазином считаются люди из тех, которых пригласили вы, из тех, кого пригласили уже ваши партнеры. Например, вы пригласили Олю. Говорите, Оля, есть возможность заработать. Она спрашивает, что надо делать? Вы говорите, развивай свой интернет-магазин. Она говорит, хорошо, что нужно делать? Как это делать? Вы рассказываете, Оля развивает свой интернет-магазин, и она получает доход. И вы тоже, потому что Оля в вашем филе. Понимаете? То есть чтобы ваш бизнес развивался быстро, вам нужно искать не клиентов, а партнеров. Если человек говорит, не хочу, тогда вы говорите, окей, может быть, просто покупать интернет-магазин, покупать косметику напрямую от производителя на 20% дешевле. Хочешь? Конечно, хочу. То есть сначала мы человеку предлагаем быть партнером, если он не хочет, тогда пудем. И смотрите, чтобы начать зарабатывать деньги, вам надо найти 5 человек, которые захотят делать то же самое. 5, не 125, 5. И вот смотрите, когда вы нашли 5 человек, которые делают то же самое, у вас уже 31 человек. если они средний заказ делают по 100 условных единиц, то ваш товарооборот составляет 3100 условных единиц, и ваш доход примерно здесь условно. И вы, менеджер, смотрите, 5, и они по 5. И это не долго. Почему я говорю про 100 условных единиц? Дело в том, что это реально средний заказ. Кто-то приходит продавать и делает большие заказы по 300, 400, 500 и так далее условных единиц. А кто-то приходит просто купить для себя помаду и делает заказ на 10 условных единиц. Кто-то покупает велнос. И я для себя делаю всегда покупки более чем на 100 условных единиц, потому что покупаю и продукты для здоровья и косметики. И причем это не получается только для моей семьи, редко для клиентов. И смотрите, сейчас я рассказала о доходе в действии условных единиц. Но хочется ведь больше, правда, мы же не сами условные себя пришли. И когда у нас вы были на собеседовании, вам предлагали гораздо больше доход, правда? Так вот смотрите, как сделать ваш доход больше. Бизнес чем прост. важно понять, что вам нужно найти партнеров и помочь им начать зарабатывать деньги. Я говорю, может быть, сейчас для начала сложные вещи, но очень важно понять, как можно быстрее, и тогда ваш бизнес гораздо быстрее начнет развиваться. Так вот, смотрите, сейчас вот мы нашли пять активных партнеров и они приходят к вам и говорят «Оля, а сколько ты зарабатываешь?» Вы говорите «200». Они говорят «Хорошо, мы тоже так хотим». «Как сделать так, чтобы было 200?» Вы говорите «Ваша задача, чтобы в вашем магазине товарооборот проходили примерно 3000 услуг и он говорит «Хорошо, как это сделать?» Вы объясняете «Наполняй интернет-магазин наполняй и пусть свои партнеры делают это сами». Понял, понял. Они начинают это делать и становятся менеджерами, как вы на прошлом слайде. Их доход 200 услуг и деми а ваш доход увеличивается при этом примерно в 5 раз. И вы директор и ваш доход примерно 800 тысяч услуг и деми в зависимости от того, как построены наши интернет-магазин. То есть вы помогаете 5 человекам стать менеджерами, а сами вы директор. И в нашем проекте срок выхода на уровень директора примерно 8-9 месяцев, если у вас есть свободность 4-5 часов в день. Если больше, то быстрее. Если меньше, чем 4-5 часов, то медленнее. Но смотрите, по пути к этому знанию вы уже получаете какой-то доход. И это делается не сложно, главное это делать. Конечно, с первого дня выйти на доход в 1000 долларов очень сложно, возможно. Дело в том, что есть такие примеры в России, когда человек за один день открыл ваню директор. Более за один день. И что же вы получаете с интернет-магазина, когда становитесь директора, кроме хорошего дохода? Как я уже сказала, это ежемесячный официальный доход в 700 тысяч условных единиц. Вы получаете сразу же единовременную премию в 1000 долларов, причем это именно доллары, а не условные единицы. По курсу Назбанка на тот момент, когда вы закрыли это знание. вы можете стать участником, думаю, не можете, останется участником акции Турборост и получите премию бонус роста в 20 миллионов белорусских рублей. Участие в программе «Мой автомобиль». Приглашение на две персоны на банкет директоров. Вот ближайший банкет директоров это как раз то мероприятие, тот корпоратив высочайшего уровня, о котором я говорила в самом начале нашей встречи. Так вот, такой банкет директоров пройдет чуть меньше, чем через неделю, 3 июля. Из нашей команды едет порядка, ну, точно больше 15 человек, по-моему, 18, если я не ошибаюсь. Вот, и, конечно же, на уровне директора после этого вы не остановитесь, и здесь есть перспективы дальнейшего роста. Вот буквально я сейчас рассказала вам о банкете, вот несколько фотографий, это с прошлых банкетов директоров прошлых лет, и посмотрите, директорами становятся абсолютно разные люди. Наталья Мозговая, она из города Браслов, здесь она уже в премии 2000, то есть она золотой директор, об этом чуть позже. Лисатерина Грабицкая, молодая девушка, и сейчас она работает только в нашем проекте, опять же, доход ее только и только здесь. Зинаида Сафонова работает на хлебокомбинате у нас в Витебске и параллельно еще совмещает работу в нашем проекте. Алла Болдырева, мама троих детей, сейчас семейный бизнес с мужем, в прошлом учительница математики, в начальных классах математики. на левом нижнем снимочке, обратите внимание, здесь 4 директора, 4 девочки, которые закрыли это звание в прошлом году. Вот это был их первый банкет. Оксана Жирнова, в настоящее время в декретном отпуске. Вероника Ильиченок, тоже в декретном отпуске, причем здесь вот на банкете она еще в интересном положении, там она еще беременна, сейчас она воспитывает маленькую доченьку очаровательную и совмещает свое материнство с работой в проекте. Ольга Суприкова также сейчас работает, только в проекте. Ольга Небарака, у нее параллельный еще свой традиционный бизнес. Наталья Бирякова и Виталий Атвердович у них семейный бизнес. Ольга Хометская, то есть посмотрите, абсолютно разные люди приходят к нам в проект, они начинают зарабатывать, становятся директорами. Анна Козловская, она одна из основателей тоже нашего проекта, здесь она тоже премия в 2000 долларов, в прошлом году она закрыла два звания, старший директор и золотой директор. Марина Дмитрий Городникова, это самая результативная семейная пара у нас в проекте. Тамара Рудова, человек на пенсии, который в общем-то владением компьютера и других интернет-технологий и гаджетов, она всему этому научилась вот сейчас. Елена и Дмитрий Левша, семейная пара, Елена в прошлом работника отдела образования, Юлия Ахоновская, самый молодой директор в нашей команде, Светлана Портинович, в прошлом своем инженер ООЖКХ, причем вот Светлана пришла именно за свободу, то есть доход ее устраивало на прежней работе, не устраивал начальник и отсутствие свободы, вот она пришла за Рефлейм за свободу и в общем-то до седла уровня директора и сейчас развивается сама в общем-то в ее команде уже тоже закрыто звание директор и в правом верхнем углу, а лучше вот так вот на отдельном слайде вот это основатели нашего проекта «Прилянтовые директора», семейная пара Елена Ракосева, Денис Бирюков, основатели проекта, как я уже сказала, это наставники, это люди, которые зарабатывают веже каталожно 3-4 тысячи долларов на карточку, то есть официально, и здесь вот вы видите их премии в 6 тысячи долларов, когда они закрыли звание бриллиантовых директоров, и они на этом не останавливаются, они продолжают растить, они развивают свою команду, они ищут достойных, амбицированных, амбицированных людей, которые также захотят войти в этот бизнес и также развиваться и увеличивать свой доход. И посмотрите, вот это вот наша карьерная лестница. И здесь звание директора только в самом начале. И что же дальше? Все очень просто. Вот эти 5 человек, которых вы пригласили в бизнес, помните? И они опять спрашивают, ну сколько зарабатывают? Может 200 долларов на училие зарабатывают? Сколько ты сейчас зарабатываешь? Вы говорите, 800. Они говорят, мы уже не хотим 200, хотим уже 800, как ты? И вы говорите, что нужно делать? К этому моменту, когда вы уже закрыли звание директора, вы там и знаете, как это делать, потому что вы сделали это. И дальнейший ваш успех зависит от того, сколько людей в вашей команде становится директорами. И просто надо помогать людям двигаться по карьерной лестнице. Стал один человек, вы старший директор. Два человека, вы золотой директор. И когда вы стали старшим директором, вы получаете премию в полторы тысячи долларов. Когда вы золотой, вы получаете премию в две тысячи и путешествие от компании. Если три человека, вы старше золотой, и ваша премия в три тысячи долларов, то тоже в подарок путешествия. И так далее. И это только то, что предлагает компания. В нашем же проекте турный директор на свои акции, скажем так, свои подарки, как только вы закрыли звание директора. Вам в подарок потрясающая прогулка на лимузине. Вас возят по городу, вы пьете шампанское, отдыхаете, фотографируетесь, получаете массу положительных эмоций. Во-вторых, это фирменная золотая подвеска, очень красивая, как отличительный знак нашей команды. Вот сейчас на слайде это мое поздравление, когда поздравляли меня с закрытием вот этого звания директора. Это было 13 марта этого года, но знаете, эмоции еще вот, когда рассказываю о нем, аж заставляют подпрыгивать на стуле. Но смотрите, когда вы закрыли старший директор и выше, подвеску вам уже не вручают. Зачем вам здесь подвесы? Так вот, с уровня старший директор подарок, вы получаете слиток золота. И чем выше звание, тем тяжелее слиток. И золото, согласитесь, всегда очень ценное возит. И это то, что вы можете передать по наследству своим детям. И вот такие подарочки вы можете получить, и я думаю, что они вам нравятся. Кроме золотой директор, компания дарит путешествия, как я уже сказала. Знаете, я еще не золотой директор, но в этом году за счет компании уже еду на менеджерскую конференцию в Сочи. Скажите, вот на какой работе вы получите подарок путешествия? Для меня же вот просто за то, что я закрыла звание в этом году, первый подарок это банкет директоров, о котором я только что говорила, для меня он будет первый и наверное самый лучший, потому что он будет первый. И потом еще и путешествие в Сочи на менеджерскую конференцию. Думаю, что навряд ли на какой-то работе делают такие подарки. Если есть, можете написать в чате. Здесь можно путешествовать и за счет компании, и еще за счет компании. Я два раза подряд объездила на обучение в ВИИ. Это шикарное обучение, в общем-то шикарно месте. Для меня это был два раза когда я ездила, это был отель Grand Prix Ville. Пять звезд. Утро по баре, вечер в приятной компании единомышленников, коллег, друзей, раскрыщих лидеров. Это конечно же это шикарное обучение весь день. и все вот это за вполне бюджетную плату с рассрочкой на четыре каталога. Как я уже сказала, до Респлэйм я была во Франции, в Англии и все узнала, что люди путешествуют, поэтому вот эти поездки в Вильнюю для меня действительно радость, опять же воплощение мечтей. И сейчас я хочу, чтобы и мои дети побывали именно там, где они путешествуют. И знаете, мы начали путешествовать с детьми, правда пока только по Белоруссии, но в любом случае, когда мы возвращаемся домой, вот эти эмоции, которые они выражают по дороге, стоят с того, чтобы каждый день сходить компьютер, включаться в работу или брать телефон в руки и опять же включаться в работу. Ведь детям очень сложно объяснить, почему другие дети едут на море, а они нет. Почему у других детей есть вот эти вот игрушки, а у них нет. У кого-то игрушки, у кого-то гаджеты уже, да, у кого дети позорослее, а у них нет. И знаете, с одной стороны деньги – это просто резаная бумага, а с другой удовлетворение наших этих больших и маленьких взглядов. То есть, я надеюсь, что вы увидели в этом бизнесе массу возможностей. И часть их я вам сегодня показала. И если вы сегодня заинтересовались, просто обратитесь к тому человеку, который вас пригласил на наш сегодняшний бизнес. И посмотрите, за последние 18 месяцев 6 1370 человек закрыли звание директора и выше. При этом бонусами было выплатено 10 миллионов и больше долларов. И выплат при этом именно выплат в качестве зарплаты 500 миллионов. Согласитесь очень даже хорошие деньги. Если вот эти 6 тысяч лишних человек смогли, скажите, почему не сможете вы? И вы можете начать этот простой прибыльный приятный перспективный бизнес прямо сейчас. Обязательно обратитесь к человеку, который вас пригласил сегодня. Он поможет вам дать успеха в этом бизнесе. И вам дается шанс. Воспользуйтесь и всего. И лучше поработать и даже не получится, чем даже не попробовать. не ждите идеального времени. Оно никогда не наступит. Начинайте прямо сейчас. Сейчас идеальное время. И конечно же присоединяйтесь к нашей команде территории АРОСА. Спасибо, что провели этот час со мной. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. до свидания.